это помните заканчивался вебинар и я получал такие письма про вебинар спасибо за отличный вебинар утром все добавили в чат всем спасибо дмитрий вот это хорошо снегирев александр создали группу в телеге замечательно наше дело правда галина мартынова дело в том что у нас таких людей мало они особые люди я пока назову елену александр савинич знаете да она же пошла уже по вторым образованием в эти самые сельхоз сельхоз агрономы это уже второе образование было а вспомним допустим мирославу с питера видели влюбовали сюда фотографию 35 лет кажется или 36 тоже это же самая судьба и вот находится галина мартынова посмотрим это очень важно потому что нам таких людей нужно очень нужно но и таким людям нужно дать возможность себя проявить не терять годы десятки лет вот это обидно давайте прощем я письмо внимательно можно давно всего научили сами понимать кто-то пришел из инсты и давно меня знает и в курсе что происходит моей жизни кто-то был здесь и наверное забыл меня поэтому предлагаю заново познакомиться меня зовут галина мартынова я сертифицированный пермакультурный пермакультурный дизайнер практик дипломированный ландшафтный дизайнер основатель питомника орехоплодных культур для лесосада автор курса лесосад с нуля и питомники семян так дальше закончил его факту представляете можете когда-нибудь пригодится интересно вспомните эти наворованные фотографии мои на разных этих счет то пошел на сотни на разных фотографиях вот может быть кто бы это вытрохнул бы миллионы рублей с этих с мошенников вот нашелся бы адвокат и сказал половину миллиона в себя половину мне сколько можно дурить людей доводить до суда все эти дела ладно это отвлекся это все конечно мечты мечты закончил орфак 10 лет отработал юристом 5 лет налоговым адвокатом может быть и пригодится в этой жизни но если как садовода 10 лет коту по хвосту в 2013 году пошла учиться на ландшафтных дизайнеров тиме рязевку поняла что либо сейчас либо никогда не буду заниматься любым делом 10 лет как этот подход я ландшафтный дизайнер но подхожу с позиции первой культуры природные взаимосвязи своем блоге я рассказываю вот кстати ландшафтный дизайнер и первокультурщик это не просто разные вещи это как огонь и лед это как допустим дождь и засуха это совершенно разные вещи надо быть или ландшафтным дизайнером но работать чужими ножницами извините я утрирую и может быть как бы принижаю эту профессию ножницы ножницы секатор терпеть не люблю эту профессию а пермакультура уже ближе но что внимательно в своем блоге я расскажу о том как мы сможем осваиваем бывшее колхозное поле в два поля нога создаем свой персональный рад рай и родовое поместье прошу прощения допупался так создаем персональный рай и родовое поместье когда мы приехали сюда в двенадцатом году здесь ничего не росло вот учеба все равно учеба это не просто билетристика поле уже 20 лет не обрабатывалось и еще кроме жительной травки не росло смотрите 20 лет стоит поле а деревья на нем сами не поднялись а на этих 20 нога нет не миллионы семян что вы какие миллионы миллиарды а многие семена имеются сходить на первый на второй на десятый на двадцатый год так устроена природа а они не взошли деревня вот это значит что они выбрали худший вариант смотрим дальше сейчас бы нас это насторожило но тогда восемь лет назад мы вообще ничего не понимали в земле вот а как можно понимать когда я считаю что со школы вот этих учебников биологии вот я вам показывал это вот надо не перечислить 20 типов червей зачем-то вызвать чем червяка от червяка отличается вот но не понимать что такое земля вот и уже бы в школе должны быть такие понятия чтобы уже в школе должны знать что если здесь не растет самосевом деревья значит это неправильная земля это не будущий сад вот что но она оправдывается у нас горело нам надо было на землю нам сгорелся болюков часто вот именно горело вот на смотревших фильмах о пермакультуре посетим семинары изепа Хольцера а кто не знает Хольцера есть особые люди сидят у экранов сейчас или у телефона меня слушают особые люди из 190 знают из каждой соте мы были уверены что пермакультуре это волшебная палочка которая достаточно взмахнуть сказать абра-кадабра и любая земля становится сараем вот так вот очень важное письмо друзья если бы тогда мне сказали что этой палочкой надо махать лет десять времени от времени за меня на лопату на грабли я бы так и не радовался Хольцер вдохновил наше создание в тринадцатом году целых двух естественных прудов на нашем участке мы воспроизвели высокие гряды Хольцера сделали террасы но гармония с окружающим миром почему-то не наступила пруды ежегодно пересыхали ой пустой пруд это кстати катастрофа террасы оказались не так уж сами нужны а на высоких грядах вообще ничего не росло мы уже даже начали сомневаться в силе пермакультуры а самого ЗЭПа начали подозревать в обмане наивных русских поселенцев оставалась загадкой почему все приемы ЗЭПа Хольцера которые так прекрасно работают у него у нас потерпели полное поражение ответы на вопросы проходили постепенно господи если вы ко мне вовремя обратились на практике стало понятно что прямое копирование чужого опыта не работает поэтому я перешла к розыску более фундаментальных знаний чем просто чужие видео и фото из пермакультурных хозяйств и поместья и 13-го года я пошла учиться в РХСА имени Тимирязева на кафедру лошадного дизайна там конечно о пермакультуре не слышали в принципе декан на мой тогдашний проект пермакультурного поместья с высокими грязками валами посмотрел мягко говорят но диплом принял удивительно у вас этот самый вот я считаю что декан у вас выдающийся это ведь та самая Тимирязевка где учат научили моих оппонентов уничтожать деревья вот смотреть не в корень а смотреть на верхушки и учить тысячи десятки тысячи сотни миллионы людей количество деревьев а потом якобы их лечить не понимая что вылечить из количества деревьев уже невозможно вот это та же Тимирязева и вдруг декан диплом принял вот что он при этом думал да хрен с ним я так просто на месте декана да хрен с ним чем бы дитя не тешу вот и все пусть обживутся вот и обожглись вот а бумага терпит в принципе знания как их назвать фундаментальные получился и получил но хотел чтобы по этим знаниям еще варщить нельзя сада нельзя но это уже другой вопрос дело декана научить еще правильно а варщить сад такая проблема перед этими перед Тимирязевской академией перед всеми этими сельхозуниверситетами она не стоит правильно заканчивает университет допустим будущий преподаватель биолог да биолог приходит в школу он рассказывает 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 большинство слов непонятных зачем она вообще расскажет она и сама не знает страшная программа страшная пользы ноль мне вот это каким надо иметь нервы чтобы учить детей тому чему научить невозможно ну невозможно а это декан да вот декан молодец вот это правильно смотрим дальше собственно по результатам года обучения я научился как делать красиво и дорого ну красиво вы знаете это секатор это ножницы как проводить обрезки прививки но все еще не имела представления как сделать так чтобы все работало само в заводной системе ой представляете поверьте я не хочу ни одно слово пропускать потому что я сам на ходу чего-то новое узнаю потом случайно наткнулась на книгу Билла Малилисона на основе термакультуры мне она понравилась тема сколько нервов у нее было как ее голова это все восприняла мне она понравилась тема что она рассказывала не про конкретное хозяйство и будни конкретного фермера а вообще о пермакультуре как об отдельной науке о разных условиях лес, горы, ровни на разных подсходах разница к сожалению книга быстро закончилась и я стал искать что вообще есть о пермакультуре кроме того что рассказывает с кольца нашла нашла онлайн курс обкалова брайайайар курс был разработан на базе первокультуры цепла лоттона господи боже мой ах и она все это бедная голова прошла его тоже потом курсы железного посудовства ну что я вам скажу вот если бы не потом курсы а начать с курсом железного посудовства этим бы и закончили бы в общем друзья мои помните забор поставил советский алюминиевый золот десятых километров голый продуваемый все метрами степи каждую зиму на 5-8 градусов холоднее чем в городе или это в дельте реки Енисей на 5-8 градусов холоднее каждый год 40 за 40 каждый год ну и что огромное здание называется завод управления посадил я эти самые груши роскошные с южной стороны вы считаете я в степи посадил а что такое многоэтажное здание вот он микроклимат вот она тепловая подушка и плодоносит понимаете а тут голая степь чего-то ждут и так курсы железного посудовства ну это уже шанс бать и и это уже по тему пан и это уже было